И сейчас мы перейдем к самой недельной главе. И мы прочитаем на русском те стихи, которые Моше прочитал на иврите. И мы прочитаем на русском те стихи, которые Моше прочитал на иврите. И мы прочитаем на русском те стихи, которые Моше прочитали на русском те стихи. Если мы продолжаем читать дальше эту недельную главу. Мы можем дальше увидеть такую картину, как у бухгалтера. Что, сколько пришло, что, сколько весело, сколько денег они собрали. То есть все приношения, которые Израиль принесли по Божьему повелению. И вот когда я думал, размышлял об этом, мои мысли перенеслись назад немного. Знаете, каждый раз, когда мы что-то делаем в нашей жизни, совершаем какие-то поступки, то в конце мы приходим к такому решению или к пониманию, что все становится, все балансируется. То есть мы производим такое заключение, и наши мысли возвращают нас назад. Что мы действительно сделали? Как мы все это прошли? Например, вы думаете, как я репатриировался? Что вдруг всплывает сразу в вашей голове? Есть какие-то пункты, один за другим, как вы об этом начали задумываться, что вы потом сделали? Ваше решение, которое вы приняли? Какие усилия вы прилагали, чтобы совершить это? И как тяжело было то время, первое, когда вы прилетели сюда? Или наоборот, как бы это было легко? Кому-то было легко. Вот кому-то было легко. Обычно людям тяжело. Потому что ты начинаешь с самого начала, с нуля. То же самое примерно происходило у сынов Израиля. В Египте у них было... То есть они привыкли к Египту, им было все понятно, все знакомо, а здесь что-то новое. Там было нелегко, но они привыкли. То есть я вспоминаю тот кибуц, который был когда-то в Советском Союзе. Был такой момент, когда рабочие, они сопротивлялись начальнику, который над ними руководил, так сильно, что хотели просто его поменять. Они посылали кучу жалоб. И вот когда пришла организация, которая все это исследовала, чтобы его поменять, сделали выборы. Они почему-то выбрали того же самого человека. И они сами не поняли, как это произошло. И людей тогда спросили, почему вы выбираете того же, если вы сами жаловались на него? Мы знаем этого человека, насколько он плохой, насколько он много всего ворует, и насколько плохи его дела. Но иди знай, кто же будет новый. Может он будет еще хуже. И вот такую историю мы уже знаем. То же самое происходило с Израилем. Они жаловались на фараона. Жаловались на египтян, которые заставляли их тяжело работать. На политику и на все, что происходило там, и даже все, что касалось детей. Но несмотря на это, они были привычны ко всему тому порядку, который происходил. И несмотря на все вот эти вот трудности, они плодились и размножались. И вот иногда мы задаем себе такой вопрос, почему вообще израильтяне они вышли из Египта? Вы задавали себе такой вопрос? Для чего им нужно было выходить? Может из-за того, что фараон их ненавидел? Иногда мы так думаем. Но это неправильно. Фараон, он не ненавидел израильтян. Наоборот. Он радовался тому, что есть израильтяне, что есть рабочая сила. Иногда из-за деревьев мы не видим всего леса. Иногда мы читаем что-то в Писании, и мы встречаем вещи, которые нам знакомы, и мы просто автоматически перепрыгиваем дальше и пропускаем ту важную суть, которая там находится. Я хочу тоже сейчас перепрыгнуть на начало книги «Исход». Что говорил фараон о евреях? И по какой причине он начинал жизнь евреев делать все сложнее и сложнее? Прочитаем сразу на русском. Книга «Исход», девятый стих. Первая глава. Перекрещен пасук Тейша. Смотрите, как много стало сынов Израилевых. Они сильнее нас. Надо что-то придумать, чтобы их не стало еще больше. А то, если будет война, они соединятся с нашими врагами. Поднимут восстание. И то есть то, что мы здесь читаем, что они, что евреи, они расплодятся и присоединяются к нашим врагам и сделают бунт. И о чем мы думаем в этот момент? И тогда то, что произойдет, все евреи захватят всю власть и начнут править в Египте. И это то, что мы как бы думаем и предполагаем, но на самом деле там написано что-то другое. Совсем другое понимание. То есть фараон, он не боялся того, что израильтяне расплодятся и возьмут власть в свои руки. Он боялся то, что они уйдут и все оставят. Что они вернутся в свою землю. В самом деле он довольствовался евреями и той силой, которую они давали. Рабочей силой. Это первый пункт. Второй пункт, когда мы думаем, почему евреи вышли из Египта. Та же история. Из-за того, что когда мы смотрим на первый ряд деревьев, мы не видим дальше всего леса. Как мы говорим, в той же книге исход, в третьей главе мы читаем. Бог разговаривает с Моисеем, с Моше, после того, когда он убежал из Египта. Девятый стих в третьей главе. И когда мы читаем эти стихи, мы думаем, что вот, наверное, Бог взял и вывел израильский народ по той причине, что им было тяжело там. Потому что это так написано. Им было тяжело, они жаловались, они плакали, они молились Господу. И с одной стороны, это правильно. Но это не истинная причина. Потому что Бог, Он правит над всем. Ведь Бог может в одну секунду взять и поменять фараона. Может наслать на него какую-нибудь болезнь, и вместо него придет другой фараон. Такой фараон, который любил Иосифа. Но Бог так не поступает, Он решает вывести весь народ из Египта. Почему? Иногда мы смотрим вокруг себя, видим вещи и сосредотачиваем свое внимание на мелочах. Но не видим всю картину, которую Бог приготовил. Потому что когда-то Бог, Он пообещал еще Аврааму, что его потомкам Он даст эту землю. И это та причина, почему Господь взял народ наш и вывел его из Египта. И когда Иосиф, Он находился перед смертью. Он обращался к близким людям. Он сказал им. Это написано в конце книги Бытия. Пятидесятая глава. Двадцать четвертый стих. Омер, я скоро умру, сказал Иосиф братьям. Но настанет день, когда Бог вспомнит о вас и уведет вас отсюда в землю, которую Он поклялся отдать Аврааму, Исааку и Иаку. И Иосиф взял сынов Израилевых клятву, что когда Бог вспомнит о них, они унесут с собой из Египта его останки. Вот это был Божий план. Это было Его обещание. И это была причина, по которой Он вывел Израиля из Египта. И не только почему Он вывел Израильский народ. Но также причина того, почему все, что происходило с Израилем, оно имело место. Чтобы научить наш народ чему-то новому и важному. Великим делам Божьим. Что есть что-то намного больше, чем то, о чем мы можем подумать или представить. Это то, чего мы не всегда понимаем. Но это то, что существует. Божье обетование. И так Он поступает, как говорил. Амин. Амин.